Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем перерабатывать старую бумагу в новую. Для этого нам понадобится рамка для фотографий. Вытаскиваем из нее все и оставляем только деревянную раму. Берем любую сетку, у меня был фатин для шитья, отрезаем нужный размер, оставляя припуски со всех сторон. Огибаем фатином рамку и пришиваем нитками, так, чтобы сетка была в натяг. Или можно закрепить канцелярскими прищепками. Еще прибивает гвоздиками, кнопками сетку к рамке, но у меня их не было, закрепляла тем, что было под рукой. Берем удобную емкость с водой, рвем маленькими кусочками любую бумагу, которая у вас есть. У меня были разные отрезки от лекал, старые работы, детские рисунки. Выбираю все одним цветом, чтобы получилась светлая бумага. Погружаю в воду и блендером превращаем в однородную массу. Доливаем, если нужно, еще воды, чтобы масса была не сильно густая. Эту массу можно вылить в контейнер с водой и зачерпывать рамкой, тогда листы будут тоньше. Но мне больше удобнее наливать ложкой и распределять ее равномерным слоем по сетке на рамке. Берем любую ткань или полотенце и переворачиваем на нее рамку. Надо делать это быстро. Излишки воды убираем губкой. Убираем рамку, добавляем кленовый лист. В эту же массу добавляем желтую бумагу. А чтобы цвет получился еще ярче, добавляем каплю акриловой краски. Перемешиваем, получается ярко-желтый цвет. Выкладываем на сетку, равномерно распределяя по всей поверхности. Переворачиваем на ткань и убираем излишки воды губкой. Украшаем кленовым листом или любым другим сухоцветом. Еще получились такие листы бумаги из цветных отрезков, которые у меня были. Делаем все по аналогии и оставляем сушить. На следующий день листы еще не высохли, поэтому подсушила их утюгом. Пока они досыхают, можно покрасить рамки. Берем рамки разных размеров, вытаскиваем стекло. Крашу деревянные рамки белой гуашью. Уже в другом мастер-классе красила гуашью, мне очень понравилось. В этот раз не буду покрывать лаком. Посмотрим, как они поведут себя в эксплуатации со временем. Пока мне все нравится. Сухшие листы открепляем от ткани, еще раз проглаживаем. Некоторые кленовые листочки открепились и отпечаталась фактура листа, что тоже красиво. Хочется на них сразу что-то написать, что мы сделаем. Намечаем середину карандашом. Для удобства можно сделать линии, где будут находиться буквы. Намечаем расположение букв, чтобы они все влезли. Прорисовываем. Обводим маркером или линером. Обвожу несколько раз до тех пор, пока мне понравится результат. Убираю ластиком вспомогательные линии. Другие надписи сделала на кленовых листочках. Для этого выбирайте маркер, который не стирается. Мой оставлял следы. Под рамкой это будет нормально. А вот если дарить такую открытку, то надо, чтобы она не оставляла следов. Для декора дома вставляем листы в рамки. Берем большую рамку, ставим лист посередине, украшаем кленовым листом и поверх кладем белую бумагу. Проверяем, чтобы было все ровно и красиво. Закрываем. Смотрим, что у нас получилось из старой бумаги. Таким осенним декором можно украсить стену или поставить на стол рамку. До новых встреч, дорогие друзья. Пока!